Уже на протяжении нескольких лет мировое сообщество наблюдает за так называемыми реформами саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Жители западных стран восторгаются переменами и тяготению к приемлемому для них умеренному исламу. Но каково реальное положение дел уммы в королевстве? На днях в сети появилось видео, на котором учитель английского языка в Саудии заставил учеников принять участие в пьесе, которая изображала хиджаб как отсталость и намекала на то, что избавление от него приведет к расширению прав и возможностей. Подобная идеология даже на уровне воспитания школьников объясняется популяризацией программы «Видение 2030», принятой в 2016 году. Изначальные реформы должны были коснуться сугубо экономической сферы королевства. Однако в последние годы этот политический курс превратился в некую философию жизни, которая в большинстве случаев противоречит шариату, на котором, как казалось бы, зиждутся законы страны. Большую роль для меня сыграло, как правильно отличать какие дозволенные и недозволенные криптоактивы в исламе. Узнал, какие акции дают дивиденды и в какой месяц, и с учетом этого можно себе пассивный доход аж на каждый месяц и жить на них. Уже более грамотно и понятной для себя стратегией инвестирую и знаю, что мне нужно покупать, а что нет. Как себя вести в определенных моментах рынка, например, в кризисах и падениях. Большое спасибо брату Кумару и его команде Джазаку Маллаху Хайрон. Пусть ваш проект процветает и принесет много пользы нашей уме. Об инвестициях простым языком. Увеличение дохода халяльным способом и инструментах инвестиций, о которых вы не знали, расскажет инвестор с 17-летним опытом, предприниматель Кумар Мухамедзянов на своем мастер-классе «Капитал». Подробная информация по ссылке в описании к этому видео.